Вы смотрите Вечерний Шпиль на телеканале Белсад. Приветствую! Хочу сердечно поздравить присутствующих в этом зале, всех наших коллег, наших боевых товарищей с наступающим профессиональным праздником. С праздником сильных, смелых. Да, давайте сами себе поаплодируйте. Что это? Хорошая мина при плохой игре или черный юмор? Ведь, произнося эти слова и отчитываясь о росте предотвращенных терактов перед коллегами в 101-ю годовщину основания ВЧК, НКВД, КГБ, Путин уже знал о попытке вооруженного мужчины прорваться в здание ФСБ на Лубянке, перестрелке и жертвах. Это был, ну, какой-то человек, который постоянно менял рожки автомата и постоянно стрелял по сторонам. Да, он целился, у него прицельный огонь. Он целился, а потом он что-то, по-моему, мне кажется, что он что-то кричал. Не было минуты молчания по погибшему коллеге, никто не прервал заседание в Кремле, чекисты с холодными головами продолжали праздновать. Независимых журналистов, пытавшихся освещать акцию, задерживали, а государственные СМИ попытались ее не заметить. Подумаешь, вооруженный штурм – штаб-квартиры главной спецслужбы страны. Ведь главные враги – это Навальный и студенты с пластиковыми стаканчиками. А в вечернем шпиле еще много важного и интересного. Крепкие лбы, нечистая совесть и короткая память. Белорусы против интеграции. Итак, матч начался. Путин – чемпион. Ядерный пепел и лифт на Луну. Наградил по-братски. Немецкая волна опубликовала признание соучастника убийств бывшего министра внутренних дел Беларуси Юрия Захаренко и бывшего председателя Центризбиркома Виктора Гончара. Юрий Горавский заговорил после того, как перебрался в Евросоюз, где его труднее будет достать бывшим подельникам. Здесь вот убили, ну здесь вот получается где-то метров 200. Метров 200 дорога, чуть-чуть влез, метров 20. Здесь убили Гончара Красовского. А здесь где-то метров 50 была выкопана яма, заготовленная уже. Мы их разделим. Вот здесь вот, вот здесь вот были спалены вещи ихние. Признание Горавского подтвердили те выводы, к которым много лет назад пришли правозащитники, активисты и журналисты. Специальный отряд быстрого реагирования СОБР под командованием Дмитрия Павлюченко выполнял функции эскадрона смерти. Отработав схему похищения, убийства и заметания следов на криминальных авторитетах, убийцы в милицейской форме занялись лидерами белорусской оппозиции. Сам Дмитрий Павлюченко ушел в несознанку. Сначала заявил, что Горавский в 99-м году уже не служил в СОБРе. В тот же день в другом интервью сказал, что вообще не помнит Горавского и спутал его с другим бойцом. Журналисты быстро нашли и фильм о СОБРе с участием Горавского, и фото, на котором есть и бывший боец, и бывший командир. Наша Нива опубликовала карикатуру насчет провалов в памяти у Павлюченко. Для ветерана СОБР это даже и не удивительно. У силовика в Беларуси вообще должны быть крепкие руки, холодное сердце и слабая память. А вот бывший начальник Павлюченко Юрий Силаков, в 99-м году занимавший пост министра внутренних дел Беларуси, заявил. Я вам скажу, что материал такой добротный, сделан профессионально, на высоком техническом уровне и чувствуется на хорошей такой кухне. Главное, своевременно. Когда у нас там встреча Лукашенко и Путина? 20 декабря? И мне кажется, что это даже не десерт, а только закуска. Сравнить признание в убийствах с закуской и десертом. Добротный людоедский жаргон. Вместе с Сиваковым рассуждать на тему руки Москвы бросились многие. В некоторых прокремлевских СМИ даже разглядели руку Запада. Но главный вопрос в этом деле тот же, что и 20 лет назад. Вопрос, известный со времен Древнего Рима и который за тысячи лет помог раскрыть многие преступления. Кому это выгодно? И Юрий Захаренко, и Виктор Гончар, и Геннадий Карпенко, умершие после навязанной незнакомцем чашечки кофе в том же 99-м году. Каждый из них был реальной фигурой на роль единого кандидата от оппозиции на ближайших президентских выборах. И имел реальные шансы на победу. Если допустить, что кто-то хотел подставить Александра Лукашенко, убрав его конкурентов, почему за 20 лет виновные не найдены? Ведь за это время руководитель Беларуси не раз демонстрировал всем возможности своего силового блока в этой сфере. И свои личные тоже. Впрочем, все это риторические вопросы, ведь косвенные ответы уже не раз звучали. Когда я посылал горстку надежных людей с автоматами, которые перестреляли там половину и навели порядок в течение месяца. Или вот это заявление о кандидате в президенте Владимире Никляеве, о котором после выборов и разгона протестов в декабре 2010 года некоторое время ничего не было известно. Вы думаете, что мы его вскрали и кудысти звезли? Нет. Таких подарунков не будет больше. Несмотря на все события, о которых мы говорили в начале выпуска, встреча Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге все-таки состоялась. Как сообщил по итогам переговоров министр эконом-развития России Максим Орешкин, несогласованными остались всего три группы вопросов, которые блокируют финальные договоренности. Но это как раз самые важные для Минска вопросы, которые лежат в нефтяной, газовой и налоговой сфере. Пророссийские силы в Минске обещали акцию в поддержку углубленной интеграции. И вот как она выглядела. Акция сторонников независимости получилась более многолюдной. А сейчас поговорим о 15-й ежегодной большой пресс-конференции Владимира Путина. И для этого передаю слово Александру Торну, то есть Василию Уточкину. Добрый день, уважаемые телезрители. С вами Василий Уточкин и все мы в ожидании ежегодного товарищеского матча между Владимиром Путиным и командой журналистов. Итак, чего же нам ждать от этой битвы? Я думаю, Владимир Владимирович будет использовать классическую схему 4-2-4, то есть 4 часа про Украину, 2 минуты про Россию и 4 уголовных дела. Защищаться президент планирует, как и прежде, по схеме. И вы все врете, нас там нет, а нападать классическим у нас все хорошо, а в том, что плохо, виноваты 90-е. Итак, матч начался и пока идет вялая раскачка, расскажу, кто же оппонирует президенту. Команда журналистов традиционно слабая, состав уже 15 лет не менялся. Против гаранта традиционно выставляют мешков, выражаясь боксерским сленгом. Но в атаке у Акул-Пера есть мощный форвард, легендарный украинский легионер Ромарио Цымбалюк. Неоднократный обладатель золотого микрофона, и он атакует остро по самый Донбасс. Но Путин виртуозно уклоняется, пускает газовую пыль в глаза. У Ромарио не было шансов. Но новая моментальная атака. Зарубежный журналист прямо по бровке стабильности. Проходит в экономическую зону и... Следует удаление. Этого журналиста мы больше не увидим. Девиз Путина пришел, покашлял, увильнул, не теряет своей актуальности. Он играет очень грязно. И вот первая замена. Президент меняет проклятые 90-е на проклятого Ленина. Теперь он во всем виноват. Журналисты тоже пытаются провести замену системы здравоохранения. Но Путин не разрешает. Говорит, она у нас лучшая в мире. Последние секунды матча и темная лошадка. Журналист BBC обманным приемом обходит запретную зону вопросов про семью. И бьет ниже пояса вопросом про дочерей и миллиардерш самого Путина. Путин виртуозно маневрирует. Дочери не мои, мои, но не миллиардерши, миллиардерши. Но это не их бизнес. Где-то мы это уже слышали. Стрелял, но не Бук. Бук, но не наш. Наш, но не мы. Мы, но не Боинг. В Боинг, но случайно. Ничего нового. И матч завершается с традиционным счетом 146-0. Здравый смысл опять проиграл. За несколько дней до очередного раунда переговоров Лукашенко и Путина стало известно о том, что Пекин выделил Минску несвязанный кредит в полмиллиарда долларов. В соцсети просочилась реакция белорусской стороны. Хороший подарок под Новый год. Год президентских выборов. Ведь Минская династия любит жить на широкую ногу. Благодаря новому кредиту Беларусь может занять в рейтинге крупнейших должников Китая место повыше. А чем ближе выборы, тем выше вероятность появления в Минске разнообразных знаменитостей. Недавнее явление Насти Рыбки не считается. Все-таки своя. А тут российский актер Никита Джигурда попросил вид на жительство в Беларуси. Заезжим гастролерам давно известно, что в стране очень-очень вкусная морковка. Но главное, тут можно косить капусту. И если Джигурда спросит у Депардье, тот может рассказать, как эту капусту косить лучше всего. А в вечернем шпиле попытаемся забрать хлеб у Киселева и Соловьева и поговорим об Украине и о Зеленском. Но не о Владимире, а об Александре Семеновиче Зеленском, отце президента, который в интервью изданию «Страна» наговорил такого. Да, Вова виноват. Поставим ему 4 с минусом. Зачем цепляться? Знаете, у кого разочарование? У тупых умный человек поймет, что Вова честный человек. И желание он продемонстрировал. Он задержался там с Путиным на полчаса, договорился за три зоны. О чем вы говорите? Какие люди разочарованы? Биомасса – это. Биомасса! Тупые бабки! Пошел нахер! Твари! Он говно! Идите воевать, гады! Неожиданная лексика для профессора кафедры информатики и информационных технологий. Знаменитое выражение сына «Я не лох» меркнет на этом фоне. Так и хочется спросить у Александра Семеновича. А у вас брат в Москве есть? А далее подборка новостей из России. Глава Роскосмоса поделился планами создания лифта на Луну. Так Дмитрий Рогозин назвал универсальный посадочный модуль для доставки грузов на спутник Земли. Как тебе это, Илон Маск? Рогозин не стал называть точную сумму, в которой обойдется этот лифт. Сказав только, что требуются, цитирую, колоссальные средства. Вы скажете, откуда такой скептицизм? Ну, может, отсюда. АвтоВАЗ запустил производство модернизированного внедорожника «Лада». Мне кажется, я это фото уже где-то видел. В журнале «За рулем» за 1989 год. Остаемся в России и продолжаем тему технического прогресса. Ущерб от пожара на единственном российском авианосце адмирал Кузнецов в штабе Северного флота оценили в полтора миллиарда долларов, сообщает издание «Коммерсант». Но, похоже, в Москве решили, что недавняя серия катастроф пожар на Кузнецове и затонувшая подводная лодка «Чита» недостаточно впечатлили россиян и мир. Передаю слово Роману Первому. В России снова ядерные шуточки. Мэрия Москвы на деньги граждан ставит на улицах вот такие плакаты. Взлетающая ракета и пафосная надпись «После нас тишина». Цинизм государственных шутов прямо по Фрейду – защитная реакция. Чем меньше можем, тем больше хихикаем. Старина Зигмунд говорил примерно так. Специфический юмор – способ утешить свое «я», уберечь от страданий. Вот и наш известный комик уберегает, как умеет. Мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут. Потому что они даже раскаяться не успеют. Заливистый смех в зале, набитым профессиональными, а не бесплатными патриотами – тоже защитная реакция, как и овации после песенки о бомбочках в Петербургском музее «Исаакиевский собор». Впрочем, а зачем нам Фрейд с его детскими травмами и фаллическими символами? У нас же есть свой аналитик. Он и с травмами, и с символами, и даже с маслом. Про шутников все знает. Что, мы государство-мазохист? Садистами надо быть, а не мазохистами. И пушки вместо масла. А вы ни масла не даете, и пушки у вас только-только начали. Мэрия Москвы объявила тендер на траурные венки. На 7 миллионов российских рублей. Журналисты подсчитали, что на цветы власти готовы выделить по 300 долларов за штуку. Похоже, в российской столице в следующем году планируют проводить в последний путь какого-то очень, очень дорогого товарища. Оливадо-центр сообщил, что за год число россиян, хорошо относящихся к странам Запада, увеличилось вдвое. Симпатизирующих США до 47%, а к ЕС до 52%. Этот показатель стал рекордным с 2014 года. Владимир Владимирович, кто-то недорабатывал. Александр Лукашенко, в который раз за последние месяцы выступил против клановости и кумовства. В этот раз досталось министру здравоохранения. Меня по разным каналам информируют, что у тебя есть засилие и появилась некая семейственность. Мама, папа врачи, дочь, ребенок врач и так далее и тому подобное. Это хорошо. Но плохо то, когда семейственность, несколько семей получается клан, и туда очень трудно проникнуть другим. Кого же имел в виду Александр Григорьевич? Уж не руководителя ли лечкомиссии Республиканской больницы управления делами президента Ирину Абельскую? Более известную под псевдонимом «Мама Коли». Хорошо, хоть в других сферах нет кумовства. Вот возьмем спорт. Смотрите, как на днях новый вице-президент Национального Олимпийского комитета вручал награды молодым дарованиям. Но не забыл одного взрослого дядьку, руководителя президентского спортивного клуба. По совпадению, это старшие сыновья Александра Григорьевича Виктор и Дмитрий. Ну, кому же придет в голову узреть тут клановость? А младший брат вообще сама скромность. Играя недавно с отцом в хоккей, отказался от номера 0-1 и черной каски. Ранее на площадке царила некоторая шизофрения. Два игрока, отец и сын, играли под одинаковым номером за одну команду. Зато игрокам команды соперника было проще под черным каском определить, когда нужно умерить пыл в защите ворот. Теперь из-за скромности Николая Александровича хоккеистам нужно быть вдвойне внимательнее. А это был «Вечерний шпиль» на телеканале «Белсад». Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова